Аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Тереза Браун говорит, что количество мигрантов из Центральной Америки, запрашивающих убежище в США, достигло исторического максимума. Впервые в истории большинство тех, кто переходит границу США с Мексикой, не мексиканцы. Это не одинокие мужчины. Они не просто ищут способ заработать, они просят убежище. И это семьи с детьми. И наша инфраструктура не приспособлена для этого. В чем же состоит процедура прошения о предоставлении убежища? Человек приходит на контрольно-пропускной пункт на границе и просит впустить его, несмотря на то, что у него нет необходимого разрешения на переход границы. Другими словами, нет визы или других подобных документов. Такие люди могут попросить убежище и пройти процедуру, которая называется защитой посредством убежища. То есть их дело в иммиграционном суде будет рассматриваться как дело о депортации, потому что у них нет права на въезд. Опрашение об убежище – это аргумент защиты. Многие из тех 5000 мигрантов, которые на данный момент находятся в приграничном городе Тихуана в Мексике, постепенно теряют надежду на получение убежища и не считают возможным пересечь границу нелегально. Власти США рассматривают возможность передачи дел об убежища в иммиграционные суды, при этом оставляя соискателей на территории Мексики. То есть вы возвращаетесь в Мексику и ждете решения там. У нас есть закон, который разрешает это, но его никогда не использовали, потому что у нас не было договора с Мексикой. Так что, скорее всего, об этом сейчас ведутся переговоры с новым руководством Мексики. Однако система миграционных судов не справляется с потоком заявлений в обеих странах. Мексика тоже предоставляет помощь беженцам. Они предложили мигрантам подать заявление на убежище в их стране, и тысячи беженцев решили воспользоваться этой возможностью. Но система предоставления убежища в Мексике недостаточно мощная и тоже не справляется. У них около ста судебных экспертов и тысячи заявлений. Это не значит, что любой желающий может легко попасть в Мексику. Более ста тысяч мигрантов были депортированы из страны.